Всем привет! Меня зовут Беруша, и в этом видео я буду говорить про френд-зону. Что это такое, как туда попадает, как оттуда выбраться, какая категория мужчин больше всего подвержена этой френд-зоне. И также я скажу, так как темы связаны о дружбе между мужчиной и женщиной, существует ли она, и верю ли я сама в нее. Я долгое время хотела друга себе, мужчину, расскажу случаи какие-то из жизни, как у меня это складывалось. И первое, где можно было услышать о френд-зоне, это в сериале «Друзьях». Там Джо с Россом делился о том, что если ты долгое время не проявляешь свою симпатию женщине, то она тебя записывает в эту френд-зону. Я посмотрела статистику, якобы у нас 82% россиян имеют друга противоположного пола. Мне кажется, что это очень натянутая статистика, довольно странная лично для меня. И помните, как в этой фразе у Оскара Уальда между мужчиной и женщиной может быть страсть, обожание, вражда, большая любовь, но дружбы не может быть. И с одной стороны, вроде как неплохо отношения, когда зарождаются с дружбы. Потому что потом, когда люди дружат, все-таки не только на сексуальном каком-то влечении должны строиться отношения, но именно чтобы отношения были крепкие. Есть такое понимание, что все-таки мужчина и женщина должны стать друзьями. Но тем не менее, все-таки мы разные, женщина и мужчина это разные пола, которые притягиваются друг к другу. Поэтому, тем более, когда мы выбираем себе по запаху, да, и всему остальному какие-то там эти летучие феромоны работают. И здесь срабатывает так, как обычно бывает в парах, когда оба человека дружат, хотят просто, например, дружить. Но потом все равно кто-то из пары больше начинает проявлять симпатию. У нас же вообще дружба начинается с симпатии, в принципе. Мы не будем дружить с человеком, который нам неприятен, да, не симпатичен. А еще есть такое понимание, что мужчина в принципе не будет общаться с женщиной, если она ему не сексуальна, не привлекательна. Есть нечастые случаи, их на самом деле не так и много, когда действительно мужчина и женщина общаются без вот этой вот сексуальной такой подоплеки. Но тем не менее, в основном, если посмотреть какую-то адресную книжку мужчины, где у него будут там записаны женщины, то это все равно, как правило, будут женщины, которые ему привлекательны. Поэтому в этом смысле я считаю, когда мужчина в паре, уже когда у него отношения, тем более он женат, например, то я считаю, что вот эти все контакты, они должны быть согласованием своей второй половинки. То есть мне, например, вот история вот эта претит, когда мужчина там как-то своевольно может общаться с другими барышнями. Ну, лично я как бы вот понимаю это так, что мужчины все равно есть... Знаете, вот в паре, да, бывает вот дружба начинается, и мужчина и женщина так боятся нарушить вот эту вот такую вот дружескую связь, но все равно потом это прорывается все равно. Все равно кто-то начинает потом проявлять больше симпатию и надеяться на то, что что-то будет. У меня было несколько раз так, что я верила в дружбу, мне очень хотелось дружить с мужчиной. Я прям представляла, что вот это будет действительно такой настоящий мой друг. Но вот как раз у меня случалось так, что в какой-то момент мужчина там, не знаю, выпил бокальчик вина, и все, его понесло. Вот ты думаешь, мне так просто все время с тобой общаться без всего остального там и так далее, вот. И прорывается там то, что на самом деле мужчина держал в себе. Вот. И сколько вот раз не было... У меня были очень длительные длительная дружба с мужчиной, очень. То есть это прям вот мы всегда, вот ты мой друг, вот я тебя люблю как друга, да. Но тем не менее дружба все равно закончилась, потому что потом даже эта длинная дружба уже как бы... Уже была не дружбой, а уже кто-то что-то хотел большее, поэтому... Не я, вот, поэтому она тоже, в общем-то... Общение в принципе просто закончилось, к большому сожалению, вот. То есть, да, вот так вот обычно это и заканчивается. Что касается именно вот прям френд-зоны, да, это уже так темнеет. Это я смотрю, я что-то сегодня затянула с записи видео. Во френд-зону, конечно, попадают мужчины, которые изначально... Ну, женщины изначально... Вообще, есть же понимание, что женщина определяет так же, как и мужчина, очень быстро, может ли что-то быть с этим мужчиной или нет. Во френд-зону попадают мужчины, которые такие, как слуги, женщина воспринимает, да, то есть что-то починить, куда-то подъехать, что-то помочь, финансово, да, тоже. Вот, то есть женщина может там, ну, как бы вокруг себя держать, вот в этой френд-зоне как раз. И когда мужчина говорит, вот я у нее во френд-зоне, и с этой точки уже никуда не сдвинешься. Мне кажется, здесь со стороны мужчины очень важно... А еще бывает вот френд-зона, да, когда мужчина долгое время, например, ухаживает, и женщине она... Это я, кстати, могу тоже по себе сказать. И женщина рассматривает этого мужчину, но он настолько долго и медленно все делает, что просто женщина отпускает все с этим мужчиной, всю ситуацию и записывает его в эту френд-зону. То есть здесь тоже важный момент для мужчины, когда женщина может просто перегореть, не нужно долго. Вообще, вообще, на самом деле могу сказать, что вот это, мне кажется, ерунда полная, когда мужчина там очень долго как-то пытается что-то, по-моему, все должно быть очень предельно понятно. То есть если мужчина позволяет женщине очень долго вот вокруг себя вот так вот вертить, да, с собой, я считаю, что ты не очень разумный мужчина. Вот я бы на месте мужчины бы, чтобы не находиться в этой френд-зоне, я бы четко разграничила бы границу между дружбой, да, если она мне не подходит, я бы напрямую просто у женщины бы спросила. Вот, а вот это вот какая-то, надо ценить себя, ценить свое время, свою жизнь. Жизнь на этом не останавливается, на этой одной женщине. Поэтому да-да, нет-нет. Я включила свет, у меня первый раз такая картинка темная на видео, я прошу прощения, но вот у нас погода такая, ураган, там что-то обещали, поэтому очень быстро стало темно. Продолжая про мужчин, да, то есть если ты нравишься женщине, то она тоже всячески будет идти навстречу и показывать. Если нет, то здесь уже ничего не сделаешь, и не надо тратить время, и, возможно, вы встретите другую какую-то прекрасную женщину, просто они надеются годами на то, что с этой женщиной что-то может получиться. Вообще я читала то, что больше всего дружат мужчины и женщины более образованные. То есть это, наверное, связано с тем, что образованный человек может взять себя в руки, все свои инстинкты и вот так вот. Вообще френд-зон это состояние дружбы с тем, с кем бы ты хотела романтичные отношения. На мой личный взгляд дружбы между мужчиной и женщиной не существует и не может быть. По крайней мере, сколько я давала шансов на это, ни один случай не показал мне обратно, и надежды мои на дружбу между мужчиной и женщиной не оправдались. И, в принципе, если так подумать, у меня есть подруга, с которой я могу делиться всем, чем я хочу. А мужчина уже для отношений, какие должны быть между мужчиной и женщиной. Поэтому вот эта вот френд-зона, ну, никто не хочет в ней находиться. Тем более, если у одного есть чувства, и мне кажется, что гораздо безболезненнее прекратить общение, чем вот таким вот как-то страдальческим таким методом надеяться, долго ждать, выжидать, и при этом понимать, что, ну, как бы... То есть надо понимать, что если ты находишься во френд-зоне, значит, ты изначально недостаточно хорош для этого человека. Это не значит, что ты будешь хорош для другого, ты подойдешь не то, что хорош, а просто подойдешь и понравишься. Но вот конкретно, если ты находишься во френд-зоне с конкретным человеком, значит, этот человек тебя не выбирает для отношений. Вот и все. Это просто нужно понять, принять и простить. Знаете, я услышала как-то фразу, если ты не хочешь своего друга, то друг захочет тебя. Это вот момент петарды. Она в какой-то момент в любом случае рванет. Поэтому кто попадает в эту френд-зону, мне кажется, что это не очень уверенные в себе ребята, не очень любящие себя. Потому что когда человек любит себя, он не позволит собой пользоваться. Френд-зона – это именно про такую тему пользования все же больше. Потому что мужчина все равно, если он даже друг, он воспринимается такой как помощь, что он поможет. А некоторые специально держат таких мужчин во френд-зоне, чтобы как раз-таки что-то случилось, и сразу «Алло, Леша, давай, приезжай». То есть, в общем, побольше любви к себе. Все это ерунда какая-то, это френд-зона. Мужчина должен делами заниматься, а не что-то какие-то там эти женские темы, разговоры, это все. У женщины есть своя подруга, не надо выступать свободными ушами, и, в общем, и так далее. Так что я считаю, что френд-зона – все эти ерунда, и мужчина с самого начала должен определить, и женщине сказать, и женщина должна определиться, и мужчина также должен все это на корню обрубить. Если ему это не подходит, а не сидеть там в этой френд-зоне 2-3-4 года, и надеяться на что-то. Вот такое видео. Я желаю вам хорошей недели. Со следующей недели я постараюсь, может быть, через неделю, я раздумываю над новым форматом, и постараюсь это воплотить в жизнь. Очень жду инсайтов, которые могут мне прийти, и поэтому я сейчас настраиваюсь на то, чтобы двигаться дальше и придумать какую-то интересную историю для вас. Так что я желаю вам хороших выходных, и увидимся уже на следующей неделе. Пока!